Глеб Данилов приходит на памп-трек каждый день, чтобы покататься на велосипеде. По словам юноши, ему нравится здесь заниматься, потому что трек несложный и безопасный. Глеб очень расстроен, что ребята, которые так же, как и он, приходят покататься на памп-трек, не ценят труд тех, кто его построил, и портят площадку разными надписями. Кто-то делал этот трек, а ребят разрисовывали. Ну и кто делал этот трек, может быть, обидно. Леонид Потехин впервые пришел на памп-трек, когда его уже изрисовали. По словам юноши, это хороший спортивный объект для тех, кому нравится кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Леониду очень обидно, что люди, которые придут сюда впервые, как и он, увидят не новую красивую площадку, а чье-то неуместное творчество. А если кто-то это делает, и ты изрисовываешь, то получается тому же человеку обидно. И получается, надо поставить себя в это положение и больше так не делать. Эксплуатацию памп-трек сдали меньше года назад. Новый спортивный объект сразу стал точкой притяжения для тех, у кого есть велосипед, ролики, скейтборд или самокат. Но, к сожалению, в изначальном состоянии памп-трек продержался недолго. Срок довольно-таки маленький. Памп-трек был в хорошем состоянии, то есть совершенно новые мафы были поставлены, конструкция. И вот через год мы можем наблюдать, какие изменения здесь произошли. Новые мафы были покрашены в шоколадный цвет. Но вернуть изначальный вид объекта сотрудникам лыжной базы не удалось. Белые надписи ничем не оттирались. То, что от нас зависело. Мы, конечно, попытались все эти надписи удалить, но, естественно, растворителем мы не смогли это удалить. Пришлось, соответственно, и скамейку, и информационную доску закрасить. В таком виде площадка тоже продержалась недолго. Уже на следующий день на закрашенной информационной доске появились новые надписи. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24.